Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в видеоцикл, посвященный работе русского инженера в Америке. Это третья часть этого видеоцикла. Как я уже обещал, в этой части я буду рассказывать о программах, о софте, используя их американскими инженерами и кат-дизайнерами. Это видео будет состоять из трех подразделов. В первом я расскажу об общих положениях, общих принципах работы с кат-программами. Во второй части я расскажу о том, что же делать, если на работе вам нужно работать с какой-то программой, в которой вы не имеете никакого опыта и в которой вы никогда не работали. И в третьем подразделе мы, естественно, пробежимся, сделаем такой обзор по всем самым популярным программам. Сравним плюсы, минусы, преимущества, недостатки, в каких отраслях они применяются. Так это будет все голопом по Европам. Если есть вопросы, пишите. Кстати, по поводу вопросов многие из вас спрашивают, я пишу, сделаю видео в ближайшем будущем. Действительно, в ближайшем будущем я соберу самые интересные вопросы и сделаю такой блиц, в котором коротенько расскажу, коротенько отвечу на каждый вопрос. Итак, начнем, как я уже сказал, с общих положений. Сразу скажу, что программ в Америке очень много и компасом никто не пользуется. Компас – это программа исключительно для России, для постсоветского пространства. Но, дабы не потеряться в этом огромном, огромном многообразии программ, сразу же дам маленький совет. Когда вы зарегистрируетесь на сайтах по поиску работы, вы запостите туда свое резюме, об этом я уже рассказывал в своих предыдущих видео, вам начнут звонить и начнут писать имейлы рекрутеры. Большинство из этих имейлов – так называемый джанк, но я бы все равно на вашем месте бы их просматривал, потому что в этих имейлах есть описание работы и есть требования, какие программы используются. Вот на основании вот этих имейлов – это ваш первый такой ключик, где вы будете формировать свое мнение о том, какие программы используются в каких отраслях и в каких эреах. К примеру, то, что используется здесь, на северо-востоке США, и то, что используется в Калифорнии. Несколько разные программы, так что, читая вот эти имейлы, делая заметки, вы будете, это будет первый такой хороший шаг к подготовке, первый хороший шаг к пониманию, что где используется. Второй момент, который очень важен, вы должны понимать, что чем более программа редкая, чем менее она юзер-френдли, тем больше там можно сделать денег, потому что чертижщиков в SolidWorks, в Inventory, в Автокаде их как грязь, но чем более программы редкие, чем более программы, как я уже сказал, чем менее программы юзер-френдли, тем больше в них можно сделать денег, тем, да, будет сложнее устроиться на работу, но будет меньше конкуренция, и будете уже чувствовать себя более как инженером, а не как каким-то кадрафтером или еще что-нибудь. Сразу же приведу пример, две разработки французской компании TheSoldSystem, одна называется SolidWorks, другая Катия, те, кто занимались в обоих программах, немножечко знают, чем они отличаются, отличаются они очень многим, во-первых, они отличаются интерфейсом, если в SolidWorks там все можно допереть интуитивно, и на раз Катии тыкаешься, тыкаешься, потом плюнул на все, зашел в Google, прогуглил, и потом думаешь, как я до этого мог сам додуматься, потому что, ну, это абсолютно никакой логики, не соответствует, на самом деле соответствует, просто это создавалось какими-то инженерами, которые просто, они инженеры несколько другого уровня, и приспосабливаясь к этим программам, вы будете уже приспосабливаться к этому уровню, так что пытайтесь как-то разнообразить свою, вот эту грамотность в Кат-программах, и это вам, безусловно, поможет. Итак, если вы начали работать, и вам на работе приходится работать в какой-то программе, о которой вы никогда не видели, никогда не слышали, естественно, вам на помощь могут прийти ютубовские ролики, их очень много, тем более по SolidWorks, по Inventory, по той же Катии, по тому же Автокаду, по Ревиту, их просто навалом. Дело хорошее, но не увлекайтесь, по той простой причине, что многие люди, которые делают эти ролики, они никакие инженеры, они просто, как говорится, балуются. Что я имею под этим в виду? Если вы вспомните, когда вы изучали в университете компьютерную графику, инженерную графику, скажем, ваш преподаватель по инженерной графике вам говорил, когда вы что-то чертите, сразу же представляете, из какой заготовки это будет делаться, на каком станке это будет обрабатываться, как эта деталь будет устанавливаться. Так вот, эти люди, большинство из них, которые делают эти ролики ютубовские, они понятия этого не имеют. И вот вы будете смотреть на них, вы не заметите, как вы перемете их стиль и станете таким же самоучком. Не забывайте, вы инженеры, вы инженеры-профессионалы. Второй момент, опять же, программы, ютубовские ролики, это хорошо, имейте хотя бы одну книгу. Потому что ютубовские ролики, там непонятно кто делал, книга это уже другое. Книга писалась человеком, как правило, с ученой степенью, там есть рецензенты, как правило, тоже с учеными степенями. Это уже какая-то информация более-менее проверенная, на которую можно опираться. И опять же, когда вы ищете что-то в книге, листая, вы можете наткнуться на какие-то вещи, вы даже понятия не имели, что эта программа это может делать. Так что это, как бы, достаточно хороший, достаточно хороший опыт для вас будет в познании новых программ. И еще что я хотел сказать по поводу ютубовских каналов. Не смотрите канал какого-то одного ютубера, одного блогера. Потому что, опять же, вы будете перенимать его стиль, вы будете адаптироваться к его стилю черчения. Не забывайте, что вы сам себе инженер. Например, вы должны вырабатывать свой собственный стиль, который будет отражать, с одной стороны, ваши личные качества, а с другой стороны, должен приспосабливаться к той компании, к той отрасли, в которой вы работаете. Это такие маленькие советы. Теперь, что бы я хотел сказать по поводу... Придем к третьей части, по поводу обзора программ. Чтобы так вот более-менее склассифицировать, все программы можно разделить на три категории. Естественно, одна программа будет вне категории. Естественно, говорю об автокаде. От автокада никто никогда не уйдет. Эта программа абсолютно международная. Абсолютно она испытана всеми временами. Почему она так популярна? Ну, во-первых, старое поколение никак не может ее забыть. Даже там, в чем бы они ни чертили, они все равно пойдут к автокаду. Они все равно откроют автокад. Потому что, ну, программа достаточно простая. Это вот такой, знаете, переходный момент между Кульманом и между системами Саппор. Ну, и потом автокад очень хорош с работами со слоями. Когда вы работаете, когда вы делаете какой-то лайаут своего завода, своего цеха, еще там чего-нибудь, вы можете сделать несколько опций. Все это включать и выключать слои. Автокад очень хорошо с этим работает. Так что от автокада никто никогда не уйдет. Но, естественно, брать автокад как primary software, это не самая лучшая идея. Наверное, это будет как хорошее приложение. У нас на работе есть пару человек, которые профессионально работают в автокаде. Но когда они там не вышли на работу, заболели, то подходят ко мне. Знаете, такой неплохой плюс для меня. Так что никогда не отнекивайтесь от автокада. Это программа, от которой никто никогда не уйдет. Итак, три категории. Первая категория, назовем ее программы компасоподобные. Эти программы, которые действуют на, по сути, по принципу компаса. Я не буду уже говорить там, кто кого передрал. Мы тут не про Арию и Арон Мейден говорим. Это программы, которые работают по одинаковому принципу. Это, во-первых, это SolidWorks всеми любимый. Это Inventor всеми любимый. Это, конечно же, Revit. Ну, вот программы, которые достаточно простые. И я бы на вашем месте начал бы постижение кат-программ именно с них. Потому что, опять же, вы можете найти очень много аналогий с SolidWorks. Эти программы очень много можно найти интуитивно. Купить книги можно буквально за сущие копейки. Если вас даже это не устраивает, любой community college, практически любой community college может вам предложить пройти какие-то курсы, получить сертификацию по тому же SolidWorks и по Inventor. Это уже ваше дело. Если вы спросите, есть ли у меня такой сертификат? Нет, профессор, и не предвидится. Но как вы, как опция, можете рассмотреть. Ну, не забывайте такой момент, когда американские студенты учатся в универе. У них классы инженерной графики. Они там эту инженерную графику учат на основе SolidWorks. Естественно, эта программа будет номер один в Америке. Потому что, как она доступна. Программа достаточно дешевая. Естественно, покупать, если вы будете покупать себе домой, там от 8-10 тысяч начинается. Для одного человека это дорого. Ну, а для компании, в принципе, это не так уж и много. Так что с этим можно перетерпеться. Много заостряться не буду. Как я уже сказал, очень много останавливаться на этом не буду. Много заострять внимания не буду. Потому что эти программы очень схожи с компасом. И, как я уже сказал, на вашем месте я бы начал обучение именно с них. Самообразование именно с них. Дальше перейдем ко второй категории. Эта программа уже менее user-friendly. Они более много там нужно вводить вручную. Многие из этих программ даже могут вам показаться. Знаете, поколение постарше помнит начало 90-х. MS-DOS. Вот такой, знаете, не совсем-не совсем они. Интерфейс красивенький. Я говорю о таких программах, как, естественно, уже вышел по имени Antecatia. NX Unigraphics. CRIO. Или, как ее называют, Pro Engineer. Эти программы, они уже более инженерные. Они уже более для детальной разработки. Они уже более узкоспециализированы. Приведу пример. CRIO Pro Engineer. Это любимая программа у тех, кто разрабатывает зубчатые колеса, зубчатые передачи. Все эти системы. По той простой причине, что в этой программе очень хорошо разработана система equation-ов, так называемых уравнений, условий. Вы меняете что-то одно, и потом меняется уже не просто все в одном уравнении, а меняется на нескольких уровнях. Если вы скажете, что да, в Sword Wars, в Inverter, в Revit есть та же самая фигня. Есть, но не на таком уровне. И поверьте, этого не хватит. И не дай бог, если вы там скажут вам на работе, давайте заниматься, давайте разрабатывать это в Pro Engineer. Вы скажете, Динейт, давайте в Solidworks. Произведу две вещи. Во-первых, ваше начальство, естественно, под вас не будет покупать другое оборудование. Во-вторых, просто своих коллег вы взбесите такими, так скажем, дилетантством со своим. Или приведу пример, то же самое, Котия. Котия, может кто-то знает или нет, но Котия это программа, которая используется очень многими автопроизводителями для разработки корпусов, для разработки бади. Потому что Котия предоставляет великолепные возможности работы с поверхностями. Абсолютно неограниченные возможности. Абсолютно многое на чего вам дает. К примеру, если вы там начертите 3-4 точки в Solidworks и скажете Solidworks соединить. С Solidworks вам соединить так, как это вам посчитают нужным, пользуясь разумным смыслом. Котия вам этого не сделает, Котия скажет, задай параметры, задай нам порядок, в каких-то точках соединять. Да, это может быть будет тупо, да, может это вас бесит в первый раз, но это вам дает очень много контроля. Как я уже сказал, много этих программ не используются именно в таких отраслях, как самолеты, строение, строение железнодорожного транспорта, высокоскоростных поездов. Естественно, в автомобиле строение очень много используется. Привести пример отличия между первой и второй категорией. Знаете, многие из вас, кто-то ездит на автоматической трансмиссии, кто-то на механике. Все знают, что если ты едешь 30 км, там скажем 50 км в час, нужно ехать на третьей скорости. Но тем не менее, очень многие спортивные машины работают именно на механике. Почему? Потому что больше контроля. Также здесь, в этих программах, в Котии и в Энексе, гораздо больше контроля над процессом. Да, это сложнее создавать, но возможности практически не ограничены. И это нужно понимать. От этого никуда не уйдешь. Чем больше вы хотите уйти в инженерию, тем больше вы будете заниматься этим программой. И с Оллитборсом одним вы, к сожалению, не ограничитесь. Ну и немножко расскажу о третьей категории. Я не знаю очень мало, потому что я практически не работал в ней. Но не практически, а вообще не работал в ней. Но считаю, нужно упомянуть. Эта категория посвящена таким программам, которые занимаются проектированием или переоборудованием заводов, цехов, фабрик. Многие такие программы работают как приложения к автокаду, например, как Cadworks. Многие работают как такие независимые платформы. Самое, наверное, популярное из них это PDMS. PDMS расшифровывается Plan, Design, Management, System, что-то типа того. Программы эти найти очень трудно. Обучиться в них очень трудно. Устроиться в них на работу очень трудно. Как правило, это одни и те же рожи переходят с проекта на проект. И ткнуться туда очень и очень трудно, потому что, во-первых, надо обучиться. Где-то обучиться. Во-вторых, нужен большой опыт, потому что от этих людей требуют достаточно высоких скоростей. Но, как я уже сказал, эта категория существует и вполне возможно, что в какой-то прекрасный день вы именно будете там чертить. Почему это так важно? Потому что в этих программах, которые относятся к этой третьей категории, дизайна заводов и фабрик, там зарабатываются самые большие деньги. Скажем, долларов 60-70 в час, как минимум. Знаете, это для инженера даже много. А уж говорить там, что для чертежника это космические деньги. Но так или иначе. В следующих видео я буду рассказывать о работе... В одном из следующих видео я буду рассказывать о работе structural инженера, структурного инженера. И в этих видео я затрону тему тех программ, которые работают со структурным анализом. В данном же видео я поставил себе задачу рассказать о кат-программах. Ну и немножечко забегая вперед, так сказать, на будущее, расскажу, что... Следующие видео будут посвящены, во-первых, как я уже сказал, будут ответы на вопросы на ваши. Так что пишите. Второе будет... Я расскажу о том, кто есть кто, с чем отличается кат-дизайнер от кат-технишена, от кат-драфтера, от непосредственно инженера. Ну и уже впоследствии сделаю видео о том, куда устроиться как кат-дизайнеру. Это не только на завод, еще есть куча мест, где кат-дизайнеры востребованы. Ну на этом все. Всем спасибо, что смотрели. До свидания.